Всем привет, ребят! Риолинда, Калифорния. Сегодня у нас 30 января 2022. И пришло время рассказать и показать вам два сорта апельсинов, которые в этом году у нас созрели. Этот сорт называется Lainlate Neville апельсин, а вот этот апельсин называется Newhall Neville апельсин. Lainlate я покупал в надежде на то, что и как минимум согласно описанию, этот сорт он с другого полушария и он должен был поспевать летом. Но сегодня вот я был на дегустации и попробовал его у другого человека и они уже готовы к употреблению. То есть как минимум описание, которое было приведено на этикетке, оно не верно. Потому что апельсин созревает то же самое время, как и обычный апельсин у нас. Но небольшой минус, конечно, по причине того, что у нас есть летний апельсин. И сейчас я разрежу. Хочу сравнить, зная вкус того апельсина, который я употребил на дегустации, хочу сравнить с моим. Давайте разрежу Lainlate сначала. Покажу я вот так. Разрежу, чтобы показать продольный разрез, да? Вот такая мякоть. Оранжевая. Ароматная. Апельсиновый аромат, ребят. И давайте разрежем это все уже спелые апельсины. Разрежем вот этот New Hole. Видите, они отличаются по цвету. Как минимум кожурой. Я хотел обратить внимание, еще обратите. Видите, это более ближе к красному даже цвету такому. Вот такая у них мякоть красивая. В сравнении давайте посмотрим. Ну и сейчас я разрежу на долечки. И мы попробуем. Я и мой оператор. Не знаю, ребят, я кстати, говорил или не говорил. Сейчас вот нарезаю. Что в Америке не принято апельсины есть, как у нас принято есть, да? Счищая кожуру и потом разделяя на дольки. Здесь так не делается. А здесь вот так режется. Апельсин режется на вот такие долечки употребляется. Ну давайте, не ухол. Вкусный. С кислицой. Ну, чуть-чуть водянистый, мне кажется. Вкусный. Я сначала попробую сам, потом дам оператору. Это у нас уже лендлейт. этот лучше. Вкуснее. Но мне кажется, не такой насыщенный вкус по сравнению с тем, что я сегодня ел на дегустации. Может быть, я, ребят, перебил вкус вот этим. Сейчас я дам лендлейт сначала оператору. Попробуй его. у него более свежие рецепторы вкусовые. Потом дам вот этот. И посмотрим мнение, послушаем мнение оператора. Что вы скажете? Вот этот более сладкий. Вот этот вкуснее. Водянистый, сладкий. А тот чуть кисленький. И у него он более, как бы, меньше сочность, да, у него? Но сегодня вот этот, ребят, лендлейт, я попробовал просто, как бы, из того, что было представлено на дегустации, вот этот апельсин был лучший. Либо у меня еще он не дошел до конца, да, не полностью поспел, что я, в чем я, думаю, сомневаюсь я, что он не дошел. Уже он, явно уже спелый. Либо тоже зависит от вкус, плодов зависит от места произрастания. То есть дегустация у меня была примерно на расстоянии от нашего города примерно 20-25 километров севернее. Немножко другие почвы и вполне вероятно, что это тоже влияет на на вкус плодов. Но в любом случае оба сорта прекрасные, типические для типичной апельсины, типичной пупочной апельсины, они поэтому и называются Neville, да, из-за того, что у них есть вот эта пипочка. Кстати, вот она, видите, внутри. У этих нету разрыва сильного снаружи пупка, но все равно внутри есть вот этот пупочек, из-за которого назван. Сейчас я вот этот разрежу, покажу, чтобы понимали, о чем речь. Вот видите, вот этот вот у Neville более сильно выражен он, вот это вот, как будто бы зародыш второго апельсина, да, сианский близнец, неразвившийся. Здесь намного меньше, здесь вот Landlite, он как раз выглядит более типичным для обычных апельсинов, без этого пупка. Видите, у них практически полностью закрытые. но сорта очень хорошие, рекомендую оба сорта, если вы занимаетесь коллекционированием цитруса, очень достойные сорта. Все, thank you for watching, bye-bye.